Аллилуйя! В православной церкви все стоят, ищут места, где бы встать. Они более выносливые, им больше тысячи лет. Поэтому самое главное, чтобы у нас сердца были настроены. Последние дни, в конце этой недели, началась всеобщая молитва за пробуждение в Латвии. Есть такое движение «Искатели Бога». Я думаю, многие из вас уже знакомы с этим движением, знакомы с этой инициативой, которую, как я полагаю, Господь определил к последнему времени, и то, что является очень важным и необходимым для пробуждения последнего времени. Потому что церкви безнадежно разбросаны, церкви безнадежно раскиданы. Церкви находятся подчас в безнадежной ситуации разногласий и конфликтов. И должна быть какая-то инициатива, которая бы могла объединять церкви, которая могла бы помочь служителям разных церквей сесть за стол переговоров. И не только сесть за стол переговоров, хотя бы помолиться, хотя бы помолиться, хотя бы начать диалог. Я так благодарен Богу, что что еще можно придумать в теле Иисуса Христа? Вот есть Банихин, вот есть Бонки, вот есть Рот Парсли, вот есть Кеннет Копланд. Кого еще надо? А еще Шедловский нужен Сергей. Потому что у Господа есть свои планы. И казалось бы, этот скромный парень, который всегда стесняется быть впереди, наверху, а мы ему поможем выйти и вперед, и наверх. Потому что на самом деле это большой дар для тела Иисуса Христа. Как ему удается? Вот у нового поколения есть такая способность. Все бегут, все ссорятся, как какое-то откровение мы получаем. Сразу реакция по всему телу. И после этого, как доктор, приходит Сергей Шедловский. Давайте сядем, давайте помолимся, давайте поищем лица Господнего. И это так здорово, что мы вместе. Что мы вместе. Что дары нужны друг другу. И вот благодаря инициативе Сергея Шедловского, проходят сейчас эти всеобщие молитвы за пробуждение. Я присутствовал где-то в прошлом году. Или в этом году. По-моему, в этом году. Время так летит. В Киеве. Это была прекрасная конференция, где все епископы были вместе. Все равно в этом есть красота. Когда церковь в единстве. Мир даже облегченно вздыхает. Наконец-то. Перестали шею грызть друг другу. Наконец-то. Даже тварь, которая вздыхает, ожидая откровения сынов Божьих. Наконец-то. Я думаю, Сергей сам расскажет об этом опыте. И вот буквально вчера, позавчера, вернее, началась эта конференция, где участвовали латвийские пасторы, где была честь предоставлена и вашему покорному слуге служить. Я с огромным удовольствием всегда участвую в этих мероприятиях. И вчера было великолепное служение. Я чувствовал Божье присутствие. Сам Бог почтил эту конференцию. Каждый человек переживал Божье присутствие. И потом Мария, моя дочь, она вела прославление. Она была на твоем служении, Сергей. И она по телефону звонит. Мы вообще. Я как пьяная. Сергей вышел, и такая молитва была, что все просто ощутили, как Дух Святой пришел. Вы знаете, какой чудесный рапорт. Какие чудесные новости, что братья, сестры, церкви собираются вместе, Дух Святой приходит и объединяет. Исцеление земли начинается с исцеления церквей. Ситуация в церкви – это в миниатюре отражение ситуации в стране. Иисус начинает восстановление земли. Именно с восстановления божественных стандартов в церкви. Поэтому я с огромным удовольствием представляю вам моего друга, нашего сотрудника в Царстве Божьем и прекрасного брата Сергея Шерловского. Пожалуйста, Сергей. Да простит меня пастор Янис Садовский, у которого я на воскресное утро урвал, так сказать, по-человечески, Сергея Шерловского. Но в библейской терминологии – Бог благословил нас. Давайте за это воздадим Богу большую славу. Давай еще раз. Спасибо, пастор. Спасибо большое за ваше открытое сердце. Спасибо за такую привилегию быть здесь. И я с таким удовольствием был у вас в прошлый раз. Это было весной, и я так наслаждался здесь. И атмосферой Божьего присутствия, и знакомством с вами. И поэтому для меня особенная такая радость, что я могу быть еще раз здесь. Поэтому спасибо большое за возможность быть здесь. Это неожиданно для меня, потому что это все произошло спонтанно. И некоторые люди же возле церкви меня спросили, «О, вы здесь? Мы не знали, что вы здесь будете?» Я говорю, «Я тоже не знал, что я здесь буду». Но пути Господни неисповедимы. И даже я, Садовский, не смог на них повлиять. И он молодец. Я смотрю, у него хорошая хватка. Он такой очень настырный, и это хорошее качество. И для меня большая радость быть здесь. У вас действительно потрясающая церковь. Я наслышан тем, что Бог сделал на годовщине. Слух уже идет везде. Люди прямо с таким трепетом. Их аж трясет, когда они делятся тем, что Бог сделал. И как вот эта вот рука какая-то. Я не видел, но говорят, какая-то рука у вас там где-то летала. Вот, и где-то в воздухе. Вот, и «Дьявол», говорят, у вас классный был. Говорят, что «Лицефер» у вас очень был хороший. И так же, ну все у вас было супер просто. Вот, и спецназ расстрелял у вас кого-то. И я не знаю, что у вас тут еще происходило, но слухи уже об этом идут. Вам надо быстрее мюзикл делать везде, чтобы слухи правильные были. Потому что, в общем-то, на основании этих слухов можно разное подумать. И подумать, что все было по-настоящему. И правда, кого-то расстреляли. Вот. Да. Но я с нетерпением ожидаю, когда этот мюзикл приедет в Украину и в Киев особенно. Я с нетерпением этого ожидаю. Потому что это благословение для всего тела Христа. Вообще у вас в церкви кузница просто мюзиклов. Пастор Алексей – это просто, я не знаю, источник, фонтан творчества. И поэтому через вашу церковь уже очень много людей Бог благословил такими мюзиклами, как «Исход», «Киево». И самый первый или один из первых мюзиклов – это «Медный змей». Это тот самый мюзикл, который вообще я уже рассказывал об этом, когда я только был у вас в церкви. Но в то время я был загружен, загружен всяким… Я был христианин, загруженный восточными религиями. И я был… Это был 95-й год. Я не хотел жить. Я просто… Я просто принял решение, ну, что я не хочу жить на этой земле больше. Я был в такой ужасной депрессии, наверное, около года, может быть. Или что-то… Ну, или около того. И в этот момент пришел брат в церковь, который… Пришел брат в армию, где я служил в этот момент в армии. И брат из церкви пришел ко мне тоже в часть служить. И тогда он мне подарил кассету «Медный змей». И я закрылся. Я вообще… Я не хотел слышать на то время… Я был нормальный христианин, но один человек, который такой лукавый был, он увел меня на некоторое время. Такой вот был период у меня тяжелый в жизни тогда. И я с христианами не общался. У меня потерялось общение с христианами. Я не хотел никого слышать. И когда он дал мне эту кассету и говорит «Ты просто послушай, просто послушай». Вот это была самая первая христианская какая-то вот запись, которую я услышал в этот период. И я закрылся, я включил магнитофон, включил этот мюзикл «Медный змей». И я проревел все время. Я плакал. Дух Святой касался моего сердца. И я почувствовал этот знакомый аромат Божьего присутствия. И с этого начался мой путь домой, к Богу. И уже буквально через короткое время я был в церкви. И все, и начался мой путь со Христом. Поэтому спасибо за ваш вклад в мою личную жизнь. И я уверен, что этот мюзикл «Game Over» он сделает гораздо больше в жизнях многих людей, гораздо большего количества людей. И в моей жизни также, и в жизнях многих людей. Спасибо вам большое. Давайте дадим Господу аплодисменты и за пастора Алексея, и за эти Божьи идеи. Слава Господу! Ну, давайте помолимся, так как у нас время бежит. И поэтому давайте придем к Господу и попросим Его, чтобы Он касался нашего сердца и служил нам здесь. Господь, дорогой, мы приглашаем Тебя. И Ты здесь, и Ты посреди нас. И мы просим Тебя, Господь, служи нам в это время. Мы так нуждаемся в Твоем служении нам. Мы не хотим служения человеческого. Мы не хотим, Господь, чтобы слово человеческое звучало на этом месте. Мы не хотим, Бог, просто плоть. Мы хотим Тебя. Дух Святой, один только Ты животворишь. Один только Ты можешь изменить нашу жизнь. Без Тебя мы не можем делать ничего. Если Ты не дашь нам, Господь, мы сами не возьмем. Если Ты не наполнишь нас, мы сами не поймем. Дай нам духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Господи, наполняй наши сердца собой. Мы просим Тебя. Нет никого дороже Тебя. Господь, к кому нам еще идти и перед кем нам стоять? Ты смысл нашей жизни. Ты, Господь, самое ценное, что только есть у каждого из нас. И мы умоляем Тебя, Отец, дай нам больше, 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 больше познать Тебя. Потому что Ты смысл нашей жизни. Потому что Ты сама жизнь наша. Ты камень краеугольный наш. Господь, Ты наш путь и наша истина и жизнь. Господь, Ты все, чем мы движемся, живем и существуем. Ты Эммануил, который всегда рядом с нами. Ты наш советник и Бог крепкий, всегда поддерживающий нас. Господь, кто против нас, когда Ты за нас? Никогда не убоимся, даже если пойдем долиной смертной тени. Потому что знаем, что Ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Господи, слава Тебе за то, кто Ты есть. За Твое самое потрясающее и красивое сердце. За Твою внутренность. Мы благословляем Тебя. Бог всемогущий. Бог вездесущий. Всезнающий. Слава Тебе, святой и вечный. Мы благословляем Тебя. Слава Тебе, любящий Господь, за то, что Ты влюблен нас любовью Агаппе. Спасибо Тебе, Господи, что без всяких условий принимаешь нас во Христе Иисусе. Слава Тебе, Дух Святой. Слава Тебе, Отец. Слава Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, наш Господь. Ты непостижимый. Ты бесконечный. Боже мой, мы восхищаемся Тобой. Нет такого еще другого, как Ты. Нет подобного Тебе. Ты есть Царь всех царей. Ты есть Бог всех богов и Господь всех господствующих. Мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы воздаем Тебе всю славу и обещаем, Господь, всю нашу жизнь. Всегда всю славу отдавать только Тебе. Боже мой, мы обещаем Тебе всю нашу жизнь. Всегда отдавать Тебе одному всю славу. Потому что Ты один достоин ее. Боже мой, не нам, но Тебе одному добудет вся слава. Господь, мы хотим распространить Твое имя по всей земле. Мы хотим привлечь глаза всех людей на Тебя. Обратить глаза всех людей на Тебя. Мы хотим, Господь, постоянно снова и снова уходить в тень. Снова и снова выставлять Тебя. Чтобы каждые глаза смотрели на Тебя. Созерцали Твою красоту. Созерцали Твою сердце, Господь. Чтобы каждый, каждый, каждый стремился к Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты достоин того, чтобы стремиться к Тебе. Что Ты такой, что невозможно не искать Тебя. Невозможно не стремиться к Тебе. Господи, Боже мой, спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя и благословляем Тебя. Дух Святой, говори в наши сердца. Дух Святой, открывай нам Отца. Открывай нам Себя. Открывай нам Бога. Дух Святой, мы просим Тебя. Во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллалуя. Давайте с вами, пожалуйста, откроем Божье Слово. И давайте откроем с вами 26-й Псалом, 4-й стих. Моя проповедь называется так. Как практически созерцать Бога. Псалом 26-й, 4-й стих. Давид говорит. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давид говорит, что он хотел только одного. И для того он и стремился в храм, в дом Господень, чтобы там, придя к Господу, он мог созерцать красоту Его. Смысл жизни Давида заключался в одном. Он мог выразить этот смысл жизни. Он мог сказать о нем ясно. Смысл жизни Давида заключался в Боге. Он жил им. Он дышал им. Это был особенный царь. Это был особенный человек, не похожий на многих других. Смысл его жизни был в Боге. И здесь, в этом стихе, он выразил свое сердце. Он сказал «одного просил я у Господа созерцать красоту Твою». В этом не просто богословие. В этом не просто теология. В этих словах его чувства, его душа. Потому что иногда, когда мы читаем с вами Библию, то мы читаем ее как книгу доктрин, принципов, идей. И иногда мы разделяем чувства людей, о которых мы читаем. Иногда мы читаем об их чувствах со стороны. Но когда Давид говорил что-то, он был наполнен этим. И от избытка сердца говорили уста. Когда он сказал «одного просил я у Господа созерцать красоту Твою», я уверен, что в этот момент его внутренность трепетала. Он смотрел на красоту Господа. Он был наполнен. Я думаю, в этот момент Бог был перед ним. Он поднял свои глаза на него. И в этот момент, когда он видел, какой Бог удивительный, потрясающий, он смотрел на него с наслаждением. И он, глядя на Бога, он сказал «Господь, ну одного я и хочу в этой жизни. Созерцать Твою красоту без конца, без остановки». Это захватывало. Бог захватывал Давида. Он был захвачен им. И поэтому в этом стихе он выразил смысл своей жизни. Он выразил сердцевину своего сердца. И все остальное, что происходило в жизни Давида, все остальное, что затем происходило внутри него, все остальное, что потом происходило через него, вытекало из его взаимоотношений с Господом, из его созерцания красоты Бога. Как практически созерцать Бога? Об этом мы поговорим сейчас. Итак, во-первых, созерцать Бога возможно. Самая первая мысль, которую я бы хотел высказать, что созерцать Бога возможно. И Давид говорит об этом, что он хотел одного – созерцать красоту Господню. Более того, это Божья воля, и Господь хотел бы, чтобы мы созерцали Его красоту. И Божье Слово нам об этом и говорит здесь, что это Его желание. Дальше. Что такое созерцать красоту Господню? Созерцать. Слово «созерцать» – очень сильное слово. Когда я посмотрел в других переводах, в английском языке, у них написано «рассматривать» больше, как бы просто смотреть. Или, ну, как бы рассматривать со всех сторон. Слово «созерцать» в русском языке, мне кажется, даже где-то более емкое, потому что слово «созерцать» означает «рассматривать с наслаждением». Ты можешь созерцать картину, ты можешь смотреть на нее, ты можешь внимательно вникать в детали. Что такое «созерцать»? То есть, во-первых, слово «созерцать» подходит только к тому моменту, когда ты остановился, уделил этому время, и ты рассматриваешь. Созерцать на бегу невозможно, глянуть можно на бегу, но чтобы созерцать, нужно время. И потому уже само слово «созерцать», оно очень о многом говорит нам. То есть, созерцание – это… Ну вот, мне нравится это слово в русском языке. Вот все-таки синодальный перевод – очень классный перевод. И он считается одним из лучших переводов, какие есть в Библии. И вот слово «созерцать» состоит из двух слов. «Со» и «зерцать». И вот это, ну, как, например, «сотрудники». То есть, это люди, которые соединяются вместе, да? Или, например, «со-бутыльники». Это люди, которые соединяются вместе. Вот, и, например, также и здесь. То есть, это приставка «со» – она соединяет. И потому, конечно же, все подобное соединяется с подобным. И когда ты на что-то смотришь, ты становишься частью этого. И потому в созерцании есть не просто элемент рассматривания, но соединение с тем, на кого ты смотришь. И потому, когда ты, например, смотришь фильм какой-нибудь, можно сказать, ты его созерцаешь, ты его рассматриваешь, ты с ним соединяешься, ты начинаешь сопереживать героям этого фильма, ты начинаешь чувствовать то же самое, что и они. Ты как бы входишь туда так, что можешь даже забыть о комнате и о людях вокруг тебя. Ты можешь даже заплакать, потому что чувства их передаются тебе. Через созерцание их чувств ты заражаешься теми же самыми чувствами. И потому слово созерцание, оно как бы выдает, что рассматривая красоту Господа, мы соединяемся с Ним, становимся с Ним одним целым. И потому слово созерцать, оно очень хорошо отражает то, что происходит. Окей, дальше. Созерцать красоту Господню. Ну, понятно, как можно созерцать красоту человека. Вот я смотрю на вас и вижу, что вы очень красивые. Господь отлично сотворил вас. И вы отлично выглядите. Понятно, как я могу созерцать красоту вашу. Но как созерцать красоту Бога? Его же не видно. Хорошо, мы согласны. Давай прямо сейчас будем созерцать Его красоту. Но что мы можем для этого сделать? Вот как прямо сейчас на Него посмотреть? И это интересно, потому что красоту Господа созерцать можно. Дело только в том, что есть два вида красоты. Внешняя и внутренняя. У Бога нет тела, потому что Бог есть Дух. И мы не можем смотреть на Его красоту внешнюю. Но только может быть косвенно, глядя, например, на природу вокруг нас или глядя на вас. Но тем не менее, когда мы смотрим на Божье творение, все равно мы лишь косвенно смотрим на Бога, потому что Бог отделен от своего творения. И природа все равно, это не Его тело. И поэтому Бог есть Дух. И мы не можем созерцать вот Его так в теле. Но зато у Него есть внутренняя красота. И эта красота огромная. И потому даже если мы не можем созерцать Его физически, мы можем созерцать красоту Его сердца. Мы можем созерцать красоту Его характера. Красоту Его природы. Вот об этом-то здесь и говорит Давид. Что он хотел созерцать красоту внутреннего мира, потому что у Бога богатый внутренний мир. И потому Давид был восхищен и захвачен внутренним миром Бога. И он хотел созерцать Его красоту. Конечно же, если бы мы хотели кого-то созерцать, и мы думали, кого созерцать, в кого вникать, то, во-первых, это Господь Бог. Потому что нет других ценностей, подобных Ему. Потому и говорит Божье Слово, да не будет у нас иных богов пред лицом Его. Потому и написано, возлюби Господа Бога всем сердцем своим. Потому что, ну, а кого еще? Кому отдать все свое внимание? И потому, естественно, если кого-то и исследовать, то Его. Если на кого-то вообще в этой жизни хоть раз глаза и поднять, то на Него. Потому что, ну, никто не достоин такого внимания, как Бог. Амэн! Именно поэтому Давид и говорит об этом, что я хочу созерцать красоту Господню. Можно созерцать красоту свою. Можно созерцать красоту других людей. Кто-то восхищается своими кумирами и всякими поп-звездами, рассматривает их, вникает в них. Кто-то созерцает и увлечен собой, и вникает в себя. Но Давид был восхищен и захвачен Богом. И хотел созерцать красоту Его. И потому я верю, что Божья воля для нас, и так как Он единственный Господь, чтобы мы учились созерцать Его красоту, отрывать взгляд от себя и поднимать наш взгляд к Нему, направлять наш взгляд к Нему. И это не всегда просто сделать, потому что мы очень эгоцентричны. И нам хочется смотреть на себя. Когда мы приходим к Богу, когда мы разговариваем с Ним, даже во время прославления в церкви, даже во время поклонения, порой нам трудно сконцентрироваться на песнях хвалы и поклонения. Нам трудно петь Ему и говорить, что ты прекрасный, я поклоняюсь Тебе, ты самый лучший, ты самый добрый. Нам трудно порой, потому что мы захвачены своими нуждами, мы захвачены своими проблемами. И ты стоишь, и все равно мы говорим с Богом, но говорим про себя. Мы разговариваем чаще всего с Богом про себя, потому что мы приходим к Ним, но о ком еще с Ним разговаривать? Правильно? Про себя. Мы захвачены. И даже когда мы говорим, я люблю Тебя, все равно мы говорим, я люблю Тебя. И нам сложно сказать, Господи, и нам сложно час говорить Ему, слава Тебе, что Ты любишь меня, слава Тебе, что Ты влюблен в меня, слава Тебе, что Ты, Господь, так стремишься ко мне, и что Ты, Господь, и такой, и такой, что Ты долготерпеливый, что Ты много милостивый, Проще нам рассказывать и говорить, я люблю тебя, я славлю тебя, я поклоняюсь тебе. Но Бог так бы хотел, чтобы мы учились отрывать взгляд от себя и концентрироваться на нем настолько, и доходить в этом созерцании Бога до такого состояния, чтобы забыть себя. Чтобы уже был только Он перед нами, и мы были поглощены Богом, и ты уже никого кроме Него не помнишь. Только Он перед тобой стоит даже настолько, что ты о своих чувствах и забыл. Что ты даже и забыл не только о своих нуждах, но даже о своих чувствах, даже о своем чувстве любви к Нему. Даже о своем самых теплых чувствах к Нему, но наших. И настолько сконцентрироваться на Боге, чтобы только один Он был и быть захваченными Его чувствами. Вот это переживал Давид. Он смотрел на Бога, он был захвачен им. И для него ничего в этот момент не существовало, кроме Бога. И нам так важно учиться отрывать взгляд от земли и поднимать туда, к Нему. Потому что иногда мы даже, если порой мы не делаем этого, то иногда мы даже приходим к Богу, мы общаемся с Ним и уходим от Него еще более уставшими, чем к Нему пришли. Еще больше в депрессии, чем к Нему пришли. Почему? Потому что придя к Нему, мы приходим к Нему, продолжая созерцать и рассматривать все свои проблемы. Да, мы говорим с Богом о них, но мы смотрим на них. И потому мы слышим о том, что по идее общение с Богом должно приносить нам удовлетворение, отдых, успокоение. Но для нас порой это приносит еще большее разочарование, депрессии. А потом еще мы слышим, что кто-нибудь говорит, что надо постоянно с Ним общаться и надо постоянно к Нему прибегать. И думаешь, Господи, тут бы хоть бы этот час выжить. И так потом не знаешь, куда деваться, реабилитация после этой молитвы надо, потому что ты мучаешься и все эти проблемы перед тобой проходят. И думаешь, еще час. О, нет. Но на самом деле молитва и общение с Богом, и наши взаимоотношения с Ним, они должны быть настолько легкими, они должны быть настолько притягивающими нас, чтобы ты знал, что вот место, где ты можешь отдохнуть, вот место, где ты можешь наполниться, где ты можешь забыть все и отдать Ему свой взгляд. Посмотреть на Него, и затем ты выходишь. Даже если посмотреть на лампочку некоторое время, ты потом будешь смотреть на людей, и у них будет солнечный зайчик будет на лбу. И ты будешь видеть везде, куда бы ты ни смотрел. Если смотреть на Бога, куда бы ты потом ни посмотрел, ты будешь видеть Бога во всех обстоятельствах, во всех людях, во всем. И потому Давид концентрировался на Боге. Бог был его главной ценностью, которая поглощала его. И так у Господа есть красота, и у Него красивейший внутренний, богатый внутренний мир. Можно условно сказать, что внутренний мир Бога, или что сам Бог имеет два свойства. Ну это условно, конечно же. Но у Него есть характер и природа. И потому, когда мы созерцаем Бога, мы можем созерцать две вещи в Нем. Его характер и природу. Что такое характер? Характер – это, например, добрый, любящий, нежный, ну что еще? Долготерпеливый, многомилостивый. Это Его характер. Это то, ну вот, качество характера. Бог потрясающий. Когда мы созерцаем Его характер, мы влюбляемся в Него. Когда ты смотришь на Него, у Него самый лучший характер. Он самый добрый, он самый любящий. И у Него он самый удивительный. Когда ты смотришь на это, ты понимаешь, Господь, я люблю Тебя. Еще что делает, когда мы рассматриваем Божий характер и говорим ему, Господь, ты долготерпеливый. Господь, ты верный. Слава Тебе за это. Когда ты смотришь на это, то таким образом у тебя появляется такое ощущение надежности, что Бог верный, что Бог тебя не подведет, что Бог близко. И, кроме того, характер есть у Него и характер есть у нас, так как мы Его образ и подобие. Это делает нас даже в чем-то похожими, и ты чувствуешь близость с Богом. Потому что, в общем-то, у Него есть доброта, и из-за того, что мы Его подобие, и у нас есть доброта. Как бы это нас немножко сравнивает. И мы смотрим на Него и чувствуем Его близость. С другой стороны, у Него есть природа. Что такое природа? Например, вечный. Согласитесь, это не характер. Вечный. Вездесущий. Причем здесь характер? Это не характер. Это его природа. И когда ты начинаешь рассматривать его природу, характер, его природу, и ты говоришь, Бог, ты вечный. Вечный. И ты думаешь об этом. Вечный. Ты был всегда. Я вот только недавно появился. А ты был всегда. Всегда. Вообще всегда. Нам трудно представить всегда. Когда ты представляешь, ты всемогущий. Вообще всемогущий. Нам трудно представить всемогущий. Когда ты начинаешь об этом думать, тебя начинает захватывать, ты начинаешь думать, слушай, ты всезнающий, вообще всезнающий, и причем никогда не учился, и ты всезнающий, у тебя начинает захватывать дух, созерцание природы Бога вызывает в нас благоговение. Если когда мы созерцаем его характер, мы в него влюбляемся, то когда мы созерцаем его природу, мы благоговеем пред ним, появляется трепет, появляется страх Господень, и потому нам, когда мы думаем о Боге, в молитвеле или читая Божье Слово, мы должны всегда думать и как бы стараться во всей полноте исследовать Бога, иначе мы рискуем либо испытывать только страх Господень перед Ним, либо только такую любовь к Нему без страха Господнего, что тоже опасно. Потому что это может привести к понебратству и принести к такому, что как бы, ну, это просто такой друг, и это друг, но это Бог, и вот этот баланс Бог и друг, он так нужен нам. И даже порой разные динаминации или конфессии отражают разные свойства Бога. В одну церковь зайдешь, и ты чувствуешь страх Господень здесь, и ты чувствуешь, Он здесь, все наполнено величием, все наполнено таким, и причем еще нарисован Бог, и Он смотрит на тебя. И ты понимаешь, это Бог, и Он смотрит на тебя, и там Бог, и Он судья, и Он великий, и там облака, и там молния, и там еще что-нибудь такое. И ты стоишь и чувствуешь, вау, Господь, слава тебе. Придя в другое место, ты слышишь или видишь проявление, ты видишь какую-нибудь картинку Иисуса, и у Него добрые глаза, у Него на руках овечка, и Он смотрит на тебя, и ты чувствуешь, я это овечка на Его руках, и я вместе с Ним. И ты чувствуешь, вот Он так близко, близко, и каждый, даже, я верю, нам нужны разные конфессии, нам нужны разные динаминации, потому что не может один человек проявить всю полноту Бога, не может один человек проявить все качества Бога. Нам нужно много людей, нужно много динаминаций, каждый показывает Бога по-своему. Аминь! И именно поэтому так здорово, что мы такие разные. Вот эта конференция, которая у нас сейчас проходит, когда разные динаминации, адвентисты, баптисты, пятидесятники, харизматы, лютеране, все подряд они слушают, они показывают, ну как бы их прославление, и ты смотришь, и во всем есть Божья красота, и каждый проявляет Бога по-своему. И так, нам нужно созерцать Бога во всех Его частях, как бы во всех Его аспектах. Дальше, когда мы приходим к Господу, то как мы можем созерцать Его практически красоту? Например, есть для этого различные методы. Как созерцать Бога в молитве, скажем? Или лучше скажем так сначала, что нам нужно две вещи, чтобы созерцать красоту Бога. Во-первых, молитва и Божье Слово. В молитве это напрямую, ты предстоишь пред Ним, и ты говоришь, Господь, я люблю Тебя, Господь, я поклоняюсь Тебе. И когда ты в молитве разговариваешь с Богом, ты можешь использовать следующие инструменты для того, чтобы говорить с Богом про Бога, с Богом о Нем. Например, мы можем Его славить и поклоняться. Аминь. Господь, ты долготерпеливый, я поклоняюсь Тебе, я славлю Тебя, что Ты такой. Боже мой, слава Тебе за Твою верность. Слава Тебе за то, что Ты никогда не изменишь Своему Слову. Слава Тебе, что Ты никогда меня не предашь и не оставишь. Я славлю Тебя за то, кто Ты есть по своей сути. Господь, я благословляю Тебя. Господь, я превозношу Тебя. И ты можешь начинать поклоняться Ему за то, кто Он есть. Также мы можем не только славить, мы можем просто исповедовать, кто Он есть. Господь, Ты верный, долготерпеливый, надежный, истинный. Ты путь, Ты жизнь, Ты мой свет. И нет в Тебе тьмы. Мы можем просто исповедовать, кто Он есть. Также мы можем просить Его. И можем просить и умолять Его, чтобы Он нам открывался. И говорить, Господь, я прошу Тебя, открывайся Мне, как долготерпеливый, и так далее. И можем просить, открывайся Мне, как вечный, как всемогущий. Открывайся Мне, Господь. И таким образом мы также смотрим на Него. Мы можем использовать эти методы. Иногда мы можем даже просто замолчать. Мы можем затихнуть перед Ним, просто успокоиться и просто думать о Нем тихонько. Или просто иногда может быть такой момент, что в молитве ты просто остановишься и будешь просто захвачен Его внутренним миром. И будешь, вау, и на какой-то момент ты остановишься и будешь стоять и смотреть на Него. И потому нам необходимо хвалить Его, исповедовать, кто Он есть, просить Его, чтобы Он открывался нам. И благодарить Его за то, кто Он есть также. Также, кроме того, что мы в молитве можем созерцать Бога, мы можем петь Ему, кто Он есть. Аминь. Во время поклонения, хвалы, мы поем Ему, кто Он есть. Помимо того, что мы можем в молитве, или таким образом, вот как бы представая пред Ним, мы можем созерцать Его красоту. У нас есть Божье Слово. Мы можем, читая Божье Слово, узнавать лучше Бога. Во-первых, Библия – книга про Бога. Аминь. Больше всего в Библии написано про Бога. От бытия до откровения практически на каждой странице Бог. И даже если какие-то книги, как, например, «Песни песней», не говорят о нем напрямую, но она все равно про Бога. Потому что все Писание Бога духовновенно, и оно открывает нам, во-первых, Бога. Смысл Библии – дать нам познать Бога. И потому не так даже интересно, чем в Библии занимаются разные люди – Моисей, Давид. Там разные ситуации, какие-то истории. И описано, как люди разные себя в них вели. Интересно, как Бог себя ведет в этих ситуациях. Потому что, в общем-то, Библия – это автобиография Бога, в которую все остальные люди попали, в общем-то, случайно. Они попали в нее только потому, что невозможно написать автобиографию только про самого себя. Вы можете представить, что какой-то человек написал автобиографию, и в нем только о нем. И нет ни про одного человека. Вообще ни про одного. И вот, например, глава первая. Значит, «Я терпеливый». И вся глава «Я терпеливый». «Я очень-очень терпеливый». «Но я такой терпеливый, что просто уже некуда быть терпеливее». «Ну, просто это само терпение». Потому что в разных ситуациях это проявляется терпение. И вот разные ситуации. Но как ты покажешь эту ситуацию, если ты не напишешь какую-то историю, где твое терпение проявилось? И потому, чтобы нам познать Бога, нам нужны истории, нам нужны ситуации. Чтобы познать Его, нам нужно увидеть, как Он реагирует на это или на то. И потому нам нужна вся Библия. Также, почему эти все люди, Моисей и все остальные оказались в Божьем Слове? Потому что они были друзьями Бога. Кто был к Нему ближе, тот и оказался в Библии. И потому, конечно же, и через них мы узнаем Его тоже, несомненно. Но узнаем Его. И потому это здорово узнавать этих людей. Но если наша главная цель чтения Библии – исследование их жизней и их сердца, то на самом деле мы будем терять главное, потому что главнее Бог. Опять-таки, о ком больше в Библии написано, о том надо больше и читать. На каждой странице Он. Он с большой буквы. Его с большой буквы. Ему с большой буквы. Бог, Господь, Иисус, Дух Святой, Отец, Иегова. Ну, столько разных имен, столько разных обращений. Везде Бог. И потому, естественно, нам нужно учиться читать Библию про Бога. Когда свет осветил Савла, и он упал, который в будущем стал апостолом Павлом, он упал на землю. Его самый первый вопрос был – кто ты, Господи? И второй вопрос – что повелишь мне делать? И потому у нас самый первый вопрос, это вообще принцип, когда мы открываем Божье Слово, наш самый первый вопрос в любом стихе, в любой истории – какой ты, Господь? Что у тебя на сердце? Что ты чувствуешь? Что тебя беспокоит? Что тебя радует? Господь, какой ты? И потому Божье Слово про Бога, и потому, читая Библию про все, давайте читать Библию про Него, да, здесь написано про исцеление, да, здесь написаны разные идеи и принципы, но по большому счету в Библии ничего нет про исцеление. Она вся про исцелителя. Там ничего нет про процветание. Она вся про процветающего. И каждое местописание о процветании показывает Его. Каждое местописание об исцелении показывает, что Он Иегова Раффе, Господь, Целитель наш, что это Его воля, Его желание, Его чувство, Его сердце. И потому нам важно за исцелениями увидеть исцелителя. Важно за поступками увидеть сердце. Даже в то время, когда распили Иисуса Христа, рядом с Ним были распиты разбойники, мы сострадаем Христу, мы сострадаем Ему. И правильно делаем, и мы сопереживаем Его в Его страданиях. Они были за нас. Но в то время такой смерти умирало много людей. И потому даже не сама смерть особенная, что она была на кресте, но мотив Его смерти из сердца. Почему Он пошел на крест гораздо интереснее, чем сам крест. Потому что когда висели разбойники, за свои грехи висели. Но когда висел Иисус, за мои грехи висел и за твои. И потому вот что интересно, почему, почему, что стоит за этим внешним, что внутри тебя, Господь, что в мыслях твоих. И потому Божье Слово открывает нам Бога. И потому давайте созерцать Господа и в молитве, и в Божьем Слове. Узнавать Его. Далее. Если мы будем созерцать Господа, и если мы будем, используя и Божье Слово, и молитву, мы будем приходить к Нему и концентрироваться на Нем. Стремиться разговаривать с Богом про Бога. Ну, во-первых, уже само понятно, что это естественно, да? Говори с Богом про Бога. Ну, что это логично. Но когда ты приходишь к Богу, это ну понятно. Даже по-человечески. Когда мы общаемся друг с другом. Когда мы общаемся с людьми. Ну, это нормально, когда ты спрашиваешь у человека, ну, как твои дела? Что ты из себя чувствуешь? Вы когда-нибудь общались с людьми, которые всегда говорят про себя? Я думаю, каждый из нас встретил человека, который безумолку говорит и говорит всегда про себя. Не задает вопросы, не спрашивает, как у тебя дела. Если ты спросил, то так, ну, ты как бы, а он уже, ну, я понял, что все нормально, и дальше тебе рассказывает. Ну, у каждого из нас были такие встречи. У меня были такие встречи. И тогда ты сидишь и из вежливости порой слушаешь этого человека. И думаешь, окей, ну, хорошо. И выслушаешь его внимательно. Но это очень тяжелое общение. Согласитесь. Но так приятно проводить время с человеком, который не просто задает тебе вопросы, но старается вникнуть в твою жизнь. Он спрашивает, а как ты здесь? А как это? И спрашивает, а что ты в этот момент почувствовал? Или просто, ну, расскажи мне, подробно расскажи. Как у тебя семья? Как у тебя служение? Как у тебя работа? Это приятно. Ты чувствуешь, что ты интересен тому человеку. Ты чувствуешь, что ты важен для него. И тебе, ну, хочется с ним проводить время. И потому даже по-человечески понятно, что Богу приятно, когда мы говорим с Богом про Бога. А не про себя даже и не про других людей, но, во-первых, про Него. Это логично. Но также давайте поговорим конкретно. Если мы будем учиться отрывать взгляд от себя и поднимать его на Бога, что произойдет с нами? Что мы приобретем, если будем учиться созерцать его красоту? Запишите, пожалуйста, если вы записываете, запишите, пожалуйста, ну, несколько пунктов. Что произойдет, если мы будем... Что приходит через созерцание Бога? Одним словом. Что приходит через созерцание Бога? Первое. Самое первое, что к нам приходит через созерцание Бога, мы его познаем. Когда ты смотришь на Бога, когда ты рассматриваешь Его, когда ты видишь Его, когда ты вникаешь в Него, когда ты думаешь о Его качествах характера, когда ты думаешь о Его внутреннем мире, и неважно, каким образом ты это выражаешь, в хвале, поклонении, в исповедании того, кто Он есть, в благодарности или просто в молчании пред Ним. Читаешь ты Библию, ты смотришь на то, какой Он. Господь, как ты поступил здесь? Как ты отреагировал здесь? Господь, интересно, что ты об этом думаешь? Какой у тебя взгляд на это? Вот ты какой, оказывается, Господь. Когда ты начинаешь Бога рассматривать, самое первое, что приходит, ты Его узнаешь лучше. Аминь. Ты Его узнаешь лучше. Все Божье Слово призывает нас познавать Бога. Например, запишите, пожалуйста, притчи 3 глава. Например, притчи 3 глава, и написано в 6 стихе, если я не ошибаюсь, в 6 стихе, «Во всех путях твоих познавай Его». Аминь. Притчи 3, 6. «Во всех путях твоих познавай Его». Именно притчи 3, 6. Так и сказано. «Во всех путях твоих познавай Его», и Он направит стези твои. Аминь. Во всех путях твоих познавай Его. Божье Слово призывает нас познавать Бога. Есть много таких мест в Писании. Даже написано в Евреям 8 главе, там сказано, что Бог заключил с нами новый завет, чтобы вложить в нас свои мысли, свои законы. И написано, что Он заключил с нами новый завет, чтобы мы познавали Его настолько, чтобы уже даже перестали друг другу говорить, познавай Господа. Потому что каждый от малого до большого будет знать Его. Бог хочет, чтобы мы Его познавали. Но как Его познать без созерцания Его? Как Его познать, если не поднять на Него глаза? Невозможно познать Бога, не созерцая Его красоту. Второе. Если мы будем созерцать Его красоту, что произойдет с нами дальше? Мы влюбимся в Него. Как можно влюбиться в Бога, если не смотреть на Него? Если кто-то не любит Бога, только одна причина. Он не знает Его достаточно хорошо. В Бога нельзя не влюбиться. Все люди во всем мире любят Его в потенциале. Даже те, кто не любят Его, любят Его. Если они не любят Его, они не любят свой образ Бога в своей голове. Но Бог настолько удивительный, что Его нельзя не любить. Бог есть свет, и нет в Нем тьмы. Как можно не любить Того, в Ком нет негатива? Каждый любит, ну, каждый любит хорошее отношение к Нему. Каждый любит, когда Его любят. Как Иисус сказал, если вы любите только любящих вас, что хорошего делаете? Ведь и грешники так поступают. То есть даже грешники любят, когда их любят. Но Бог их любит. И потому они точно любят Бога. Только не знают Его достаточно хорошо. И потому нельзя не влюбиться в Бога. Однажды у меня было интересное переживание с Богом. Во время молитвы, во время поклонения, я поклонялся Богу, я славил Его. И вдруг я увидел возле себя Иисуса. Он стоял прямо передо мной. Ну, естественно, это было не физически, это было духовное переживание. Но Бог стоял передо мной. Иисус стоял, смотрел на меня и улыбался. У Него были потрясающие глаза. Я не видел деталей. Я не видел, ну, как бы, я просто знал. Он смотрит на меня, и Он любит меня. Его любовь искрится. Весь сплошной позитив идет ко мне. И я смотрю на Него и говорю к Нему. Говорю, Иисус, я люблю Тебя. Я славлю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. И в этот момент я смотрю, откуда-то оттуда ползет маленький бесенок. Бес, бесенок. И останавливается между нами, между мной и Иисусом. И у Него в руках стекло. И Он ползет с этим стеклом. Останавливается. И стекло высокое, выше моего роста. И каким-то маркером начинает на стекле рисовать прямо напротив лица Иисуса. И подрисовывает рожки, усы, бороду. И это все как во сне. Я не спал, но я на все на это смотрю. И происходит помимо меня. Я не старался все это представить. Это было неожиданно. Я просто поклонялся. Это стало самопроизвольно происходить. И я не могу это остановить. И я вообще понял, что я это увидел после того, когда это закончилось. И я смотрю, Он рисует. И вдруг появляется на стекле. Я вижу Иисуса. Я вижу Его сквозь это. Но уже плохо вижу. И я вижу отталкивающий образ. Лица. Я вижу лицо, недовольное мной. Даже не злое на меня. Я вижу злое лицо. И у меня внутри возникло противоречивое чувство во время этого видения. С одной стороны, я знаю, там мой Иисус. Мой Иисус. Тот, который... Вот Он там же и стоит дальше. Он никуда не делся. Он там стоит. С другой стороны, ну, все равно эта маска отталкивает. Все равно ты смотришь как бы и на нее. И все равно отталкивает. И в этот момент ко мне пришло осознание, что я должен учиться общаться с Богом верою. В то, кто Он есть. И в этот... Когда я увидел это стекло, и когда этот бесенок нарисовал, в этот момент я услышал голос Духа Святого. Дух Святой прямо проговорил в мое сердце. Он сказал, Сергей, в твоем уме еще так мало познания Бога. Познавай Его больше. Ты мало знаешь Его. Фу, это стало откровением в моей жизни. Это коснулось моего сердца. Я понял, что все, что я знаю о Боге, я знаю недостаточно хорошо. Я знаю, что Он любит меня. Но насколько Он меня любит. Я знаю, что Он верен мне и не оставит меня. Но насколько Он верен мне. И в тот момент я осознал, что Бог любит меня больше, чем я думаю. Я знаю, что Он любит меня, но все лучше. И я понял, что вот это стекло, это также обстоятельства нашей жизни, которые порой говорят, Бог ненавидит тебя, Бог хочет уничтожить тебя, Бог против тебя, Он забыл тебя. Это обстоятельства, это разные внешние ситуации. Но на самом деле, там, за нашими обстоятельствами, по-прежнему стоит тот же самый Господь, который продолжает нас любить, который продолжает нам быть верным, который не оставил нас, не покинул нас, который по-прежнему улыбается, глядя на тебя, который по-прежнему в глазах чувствует доброту и смотрит на тебя с добротой. Наш Бог, самый лучший Бог, и Он всегда тот, кто Он есть. Так же Он в людях, так же Он в людях. И порой, пускай, может быть, иногда Его образ заслонен разной ерундой и нехорошими качествами характера какого-то человека, но Он есть в них. Господь, даже если это не спасенные люди, они образы подобия Господа, и все равно Его печать там есть, и это потрясающий Его образ. И потому, и потому, ища Господа, нам нужно искать Его везде. И даже в самых страшных грешниках стараться сквозь всю эту шелуху видеть что-то от Господа, зерно, искру, искать Его, и видеть Его, потому что Он там есть. И поэтому, поэтому давайте стремиться к тому, чтобы узнавать больше Бога и искать везде во всем, во всех обстоятельствах, смотреть за Него, смотреть за свое обстоятельство, на Него. Итак, когда мы смотрим на Бога, мы влюбляемся в Него. Когда ты узнаешь Его лучше, когда ты узнаешь того, какой Он есть, ты влюбляешься в Него. Следующее, у нас появляется страх Господень. Третье, у нас появляется страх Господень, благоговение пред Ним. Когда ты смотришь на Его величие, на Его силу и славу, естественно, ты начинаешь пред Ним благоговеть. Ты начинаешь, не просто благоговеть искусственно, ты действительно искренне чувствуешь благоговение. Ты не просто уже говоришь, Господь, я люблю тебя, когда ты на него смотришь, ты начинаешь чувствовать эту любовь. Ты начинаешь, глядя на то, какой он испытывает, к нему симпатия. К нему нельзя не испытать симпатию, потому что, ну, он такой. Нельзя. И потому нам, когда мы созерцаем Бога, нам не придется выдавливать из себя чувство любви, выдавливать из себя чувство благоговения. В нас нет чувства любви к Богу. В нас нет чувства благоговения к Богу. В нас нет. Мы можем лишь реагировать на то, что мы принимаем. Человек похож на луну. Она не имеет своего солнца, не имеет своего света. Она может принять свет от солнца и отразить его назад к солнцу или на землю к людям. Она может отражать. Но мы точно так же. Мы не можем просто взять и на пустом месте влюбиться в Бога. С какой стати? Как бы с чего? Но когда ты узнаешь и узнаешь и видишь эту любовь, в ведущую к тебе, ты отвечаешь взаимностью. И потому невозможно исполнить наибольшую заповедь «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим», во-первых, не узнавая больше и больше, насколько сильно Он любит тебя. Потому что мы только одно можем дать Ему – взаимность. Потому и сказал апостол Иоанн, что мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Потому и дальше он и продолжил эту мысль и сказал, что будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. А по-другому невозможно. Будем любить Его, потому что Он прежде. И так же он сказал в этой же главе, 1 Иоанна 4 главе, он все это говорит. Он говорит, что в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Бог возлюбил нас. Халлелуя! И именно потому, когда мы смотрим на Него, узнаем, вникаем в Него и интересуемся им, мы обречены влюбиться в Него. И так же, несомненно, появляется искреннее чувство любви и искреннее чувство благоговения пред Ним. Потому что, когда ты смотришь на Него, вдруг твои чувства начинают сами реагировать. И уже ты не просто говоришь, я люблю тебя, я славлю тебя, слава, 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 аллилуйя, 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 Боже, я, ой, ну, Господи, люблю тебя, Господи, славлю тебя. И не думаешь, чтоб еще ему сказать такое. И думаешь, люблю. И потом начинаешь, Господи, помоги больше тебя любить, и помоги мне сильнее тебя славить, и помоги мне, Господи, и верю, помоги моему, не верю. Но когда ты смотришь на Него, когда мы не с себя начинаем, а с Него начинаем, то порядок становится правильным. И потому нам так важно поднимать глаза на Господа, стремиться как можно чаще это делать, как можно больше думать о Нем. Следующее, что происходит, когда мы смотрим, у нас появляется искренняя хвала и поклонение, как я уже сказал. Однажды, когда вот так я думал о Боге, я думал о Нем, я думал достаточно долгое время, я не удержался. Я встал на колени, и я начал бить поклоны. Я просто головой кланялся до земли, вставал и снова кланялся. Я не мог остановиться. Прямо как в православной церкви. Я бился лбом об землю. Ну, конечно, без фанатизма, но как бы я просто поклонялся. Я не мог не делать этого. Я не устоял. Я не мог этого не делать. Я говорил, Бог, ну, я понимал, что Ты хороший, но когда я смотрю на Тебя, вот, и когда я уже даже то, что я знаю о Тебе, ничего нового, даже то, что я знаю, просто я перечислил Ему, все, что я вот, ну, вот, общеизвестные истины, что Господь, Ты такой и такой. Я просто Ему это назвал. И вдруг мне так захотелось опуститься на колени. Я просто не сопротивлялся. Я встал и начал кланяться, и кланяться. Потом я почувствовал, ну, просто перед таким Богом, надо лечь на свое лицо. Я лег на свое лицо. Я продолжал Ему говорить. Я не мог остановиться. Но Бог захватывает тебя, когда ты смотришь на Него. Он захватывает тебя. Ты захвачен им. Ты уже даже, можно сказать, не контролируешь свои чувства. Уже Он контролирует их. И потому следующий пункт. Глядя на Него, мы преображаемся в Его образ. Мы преображаемся в Его образ. Наши чувства начинают резонировать, в резонанс настраиваться с Его чувствами. Они начинают резонировать. И потому, когда ты начинаешь видеть, что Он чувствует, ты начинаешь сопереживать. Да, может быть, ты сопереживаешь во время молитвы. И когда ты выйдешь и закончишь с Ним общаться, или во время прославления в церкви, и ты закончишь смотреть на Него, может быть, эти чувства постепенно уйдут. Но чем чаще мы сопереживаем Богу, глядя на Его, тем больше Его чувства становятся нашими чувствами. И как бы они, ну как бы чувства имеют память. Есть такая эмоциональная память. И в результате, попадая в такие ситуации, похожие, может быть, как Бог, ты начнешь реагировать точно так же, как Он. Потому что, например, если ты видишь, что Бог верный, и написано в Римлянам 3 главе, что Его верность, что наша неверность не разрушит Его верность. Что Он верен своему Слову всегда, никогда не оставит, никогда не подведет. Потому, по-моему, в 10-м псалме, если не ошибаюсь, написано, если ты дал Слово даже грешнику, исполни его. Почему? Не просто потому, что это хорошо, это нравственно, это правильно. Потому что Бог такой. Потому что, во-первых, все заповеди, все правила, которые мы, как бы, типа, должны исполнять, во-первых, это не правило для нас. 10 заповедей, во-первых, написаны не для того, чтобы мы их исполняли. 10 заповедей, во-первых, не для исполнения. 10 заповедей открывают нам Бога. Открывают, какой Он, что Он любит, а что ненавидит. Вот что интересно. Потому что, если ты хочешь, чтобы люди что-то не сделали, скажи им, что надо делать. И они сделают наоборот. Очень хорошо об этом сказал в Римлянам 7 главе апостол Павел. Он говорит, что закон произвел во мне желание нарушить этот закон. Мы так устроены. Но пример заражает нас. И потому, чтобы подражать Богу, у нас есть только одна возможность увидеть, какой Он. Потому нам и нужны Евангелия. Посмотреть, как Он ведет себя в разных ситуациях. Исследовать Его, вникать в Него. Кто ты, Господи? Чтобы понять Его, увидеть Его и примером Его заразиться. Потому что все это показывает Его внутренность, Его стремление, желание. Его. И потому нам необходимо, чтобы мы могли преображаться в Его образ созерцать Его красоту. Во 2 Коринфянам 3 главе об этом и написано. Там сказано, что взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Аминь. Я открою 2 Коринфянам 3 главу. Вы можете глянуть вместе со мной, если хотите, или просто записать. 2 Коринфянам 3 глава. Здесь сказано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И так, взирая открытым лицом, как в зеркале, мы преображаемся в тот же образ. И потому, естественно, глядя на что ты смотришь, ты будешь в то преображаться. Это естественно, это логично. Ты начинаешь сопереживать, ты видишь пример, который заражает тебя. Потому хорошо заражаться примером Моисея, хорошо заражаться примером Давида или всех остальных библейских персонажей. Но тем не менее, самое главное, заражаться примером Бога. Потому что это самый идеальный, самый правильный пример, на который они и смотрели. Потому апостол Павел и говорил, подражайте мне, как я Христу. И потому, если мы хотим подражать Павлу, то мы должны подражать не Павлу, а Христу. Потому что он подражал Христу. И потому мы должны подражать не Павлу, но если мы верим ему, мы должны подражать Иисусу. Аминь. И потому давайте созерцать красоту Бога. И последнее, самое последнее, это помимо того, что мы преображаемся в Его образ, и Его чувства заражают наши чувства, Его мысли заражают наши мысли. Короткий пример здесь, что даже в разных ситуациях, глядя, например, на верность Бога, что Он верен нам, что исполняет слово даже грешникам, в этот момент, даже если мы попадаем в такую ситуацию, что какой-то человек отнесся к нам плохо, и он нас подвел, и свое слово нам не сдержал, и про нас сказал что-нибудь плохое, и нам сделал что-нибудь нехорошее, а ты в ответ берешь и делаешь ему что-нибудь доброе. И люди вокруг скажут, слушай, за что ты этому вот гаду, зачем ты ему, он так тебе сделал, не надо таким людям, ну потому что, ну это неправильно, потому что он может подумать и то, и то, он может подумать, что это так вот ему с рук сойдет, и пятое, и десятое, и он, а ты ему ответишь, а при чем тут он? А при чем тут он? Я ему в ответ сделал доброе, не из-за него, мой Бог такой, и я вижу какой он, он верный всегда, и неверность других не разрушает его верность, и потому я буду таким, и более того, Бог верный, потому что он тот, кто он есть, и я подражаю ему, хочу быть тем, кто я есть, и мне все равно, что как сделали ко мне люди, я верный. Дело не в их неверности, я верный, и я поступлю к ним верно, и я им свое слово сдержу, потому что наш образец Господь, а эти люди тут вообще ни при чем, и потому нам важно быть богоцентричными, чтобы наши поступки вытекали из модели поведения Господа. И так, и последнее, это созерцание Бога, ключ к тому, чтобы влиять на весь мир, распространяя благоухание, познание Его. Об этом написано во 2 Коринфянам, 2 главе, 14 стихе, 2 Коринфянам 2, 14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание, познание о себе, распространяет нами на всяком месте. Созерцание красоты Бога, это единственный путь распространять благоухание, познание о Нем. И потому, чтобы нам повлиять на весь мир, чтобы нам распространить благоухание, познание Его на все нации, на все народы, нам необходимо созерцать Его красоту. Нам необходимо больше и больше вникать в Его, потому что таким образом мы изменим весь мир, поступая как верный, ты будешь влиять на людей вокруг тебя. Люди уже, как ты на Бога, люди будут заражаться от твоего примера, и они будут глядеть на тебя и будут думать, я хочу быть таким человеком. Вот это да! И, может быть, даже кто-нибудь не будет знать, в чем секрет, и будет думать, что это просто ты такой. Но ты скажешь ему, я тут ни при чем, это мой Бог такой, это Он самый верный, самый любящий, это Он возводит солнце над злыми и добрыми. Я смотрю на Него, и потому и я хочу возводить солнце над тобой, когда ты и злой, и когда ты добрый. Мой дорогой муж, моя дорогая жена, я всегда буду возводить над тобой солнце, любви, добра, халлилуйя! Давайте созерцать Божью красоту! Халлилуйя! Давайте, пожалуйста, халлилуйя! Давайте встанем, поблагодарим Господа. Боже мой, мы благодарим Тебя. Ты самый удивительный, Ты самый лучший, Ты самый верный и самый надежный. Мы поклоняемся Тебе, Господь, спасибо Тебе, что Ты и есть сама жизнь, что Ты и есть, Господь, смысл нашей жизни. Мы превозносим Тебя, Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас без всяких условий. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас даже не из-за нас. Ты любишь нас из-за самого себя. Ты любишь нас не потому, что мы что-то сделали или сделаем, но потому, что Ты есть любовь. Это Твоя сущность, Твоя природа, Твоя натура, Твоя внутренность. Слава Тебе за то, что Ты есть любовь. И потому мы никогда не можем потерять ее, потому что мы не можем изменить Тебя. Слава Тебе за то, что Ты неизменный. Слава Тебе за то, что Ты вечный, Ты вечная любовь, Ты вечная доброта. Спасибо Тебе, что Ты возводишь солнце над злыми и добрыми, потому что дело не в злых и не в добрых. Дело в Тебе. Слава Тебе, что Ты я есм, что Ты сущий. Слава Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Ты удивительный, Ты советник наш, Ты Бог крепкий, Ты наш Эммануил, который никогда не оставит и не покинет нас. Господь, слава Тебе, что Ты есть свет, Ты идеал, Ты эталон. Нет в Тебе тьмы, нет недостатка. Хватит искать идеала на земле и снова и снова разочаровываться в людях. Господи, Ты наш идеал. Никогда не разочаруемся в Тебе. Слава Тебе, Иисус. И также мы не верим в ложь дьявола, а Тебе. Мы не верим в искаженный образ, который он пытался создать Богу еще с Эдемского сада. Господи, мы знаем, что Ты благ, и Ты благ всегда. Господи, мы знаем, что Ты верен, и Твоя верность, она к нам на века, и милость свою не отнимешь от нас никогда. Господи, мы знаем, что милость Твоя превозносится над судом. Ты справедливый, Ты Бог-судья, и мы благодарим Тебя, что Ты справедлив. Но мы так благодарны Тебе, что милость Твоя превозносится над судом. Господи, мы поклоняемся Тебе и благословляем Тебя. Ты надежда наша, спаситель наш Иисус. Слава Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя, кроткий Дух Святой, и поклоняемся Тебе. Вся наша слава Тебе, дай нам больше познать Тебя, дай нам больше, Господь, стать такими, как Ты, и заразиться от Тебя. Дай нам больше распространить благоухание, познание Тебя по всей земле, по всем народам, по всем нациям, вокруг себя, на работе, в семье. Господи, дай нам больше и больше вести себя, как Ты, во имя Иисуса Христа. О, спасибо Тебе и слава Тебе, халлелуйя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Этому великому Богу дай большие-большие аплодисменты. Халлелуйя. О, знаете, большую славу нашему Господу за это потрясающее служение. Огромное спасибо, Сергей. Халлелуйя. Присаживайтесь. Я очень впечатлен. И знаете, вот о чем я думал, когда слушал это слово? На самом деле Бог ревнует. Бог ревнует о том, чтобы мы смотрели не только на Его щедрые руки, которые дают нам пряники, которые дают нам исцеление, которые дают нам решение каких-то проблем. Бог ревнует о том, чтобы мы смотрели на Его лицо и желали Его самого. Однажды Иисус задал вопрос, что больше, золото или храм, освящающий золото? Что больше, храм или Бог, освящающий храм? Что больше, исцеление или тот, кто дает исцеление? Что больше, дары Духа Святого или сам Дух Святой? Что больше? Так вот, Бог желает, чтобы мы избирали и строили шкалу наших христианских ценностей не на том, что меньше, а на том, что больше. Потому что все издержки Царства Божьего, и процветание, и исцеление, и власть, и все остальное, оно все останется на земле. Представьте себе только, что на небе не будет больных, и исцеления там не надо будет. Там не надо говорить о процветании, все процветать будут. Там будет любовь, там просто вот то, что в вечности останется от того, что мы сейчас имеем, это будут просто наши личные взаимоотношения. Поэтому Дух Бога искания – это то, о чем сегодня проповедовал Сергей Шедловский. Мне кажется, это как раз очень мощное послание, чтобы с обочины акцент нашей веры передвинуть вот на эту середину этой дороги. Мы можем так часто говорить о деньгах, о процветании, и забыть того, кто в чьих руках все золото и все серебро. Вы вспомните еще одно место, когда Писание говорит, что придут вот к закрытым дверям так много народов и людей, а двери будут закрыты, и они будут говорить, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы чудеса творили, не Твоим ли именем мы процветали и все делали. А Он скажет, отойдите от Меня, я никогда не знал вас лично. Вообще-то вот это потребительство нашей веры, оно рано или поздно должно закончиться, и мы должны понимать, что познавать Бога, первая заповедь, возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, и все остальное потом. Бог – начало всех начал. Возьмите, пожалуйста, еще раз этот диск, проверьте, послушайте еще раз в машине, дома. Я считаю, что это величайшее послание и очень важный месседж для каждого из нас, чтобы у нас не было перекосов в сторону потребительства. Представьте себе, если муж дарил жене шубу, там, что еще, сапоги, что еще, давал деньги, чтобы клеили, чтобы на ногти, давал деньги, чтобы там в солярии, там, жена отдыхала. Представляете, жена обувается, одевается, в солярии ходит, везде, там, и у них секса нет. Скажите, может ли заменить вот это изобилие материальное отсутствие глубоких, сокровенных чувств вот любви настоящей? Разве материальные ценности могут скомпенсировать отсутствие любви? Никогда и ни за что. Такие браки рушатся. Потому что вот в этом всем изобилии человек может себя чувствовать глубоко несчастным и одиноким. Поэтому, друзья, на самом деле, когда ученики пришли к Иисусу и спросили, научи нас молиться, научи нас молиться. И что Иисус сказал ученикам? Молитесь же так. Господь, дай мне машину. Господь, дай мне здоровья. И на место жену поставь. На колодке. Короче, Господь как сказал? С чего надо начинать молиться? Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, оказывается, вот с чего надо все начинать. Бога познания. Да святится имя Твое. Да будет воля Твоя. И да придет царствие Твое. А потом уже хлеб насущный. Сначала искать надо царства Божьего. А потом хлеб насущный. Амин. Боже мой, давайте еще раз подарим большие аплодисменты за такое серьезное Божье послание. Аплодисменты. Аплодисменты.